Фасадное освещение, архитектурное освещение, освещение загородного дома, своей загородной резиденции, освещение частного дома. Как подсветить фасад? Вот бы круто было, чтобы фасад вечером бы еще хорошо выглядел. В принципе, если я сейчас выкину хвосты на фасад, можно же потом их куда угодно протянуть. Я думаю, что приблизительно такие мысли сидят в голове каждого человека, подумывающего над реализацией фасадного освещения для своего загородного дома. Поэтому этот ролик посвящается теме фасадное и архитектурное освещение загородного дома. Меня зовут Ренжин Сергей, у меня студия светодизайна 500 люкс, я уже больше 10 лет занимаюсь исключительно проектами освещения для фасадов, для ландшафта и для интерьеров В фасадном освещении ключевым является слово фасад, еще его называют архитектурным освещением, потому что ключевое слово тоже, я сегодня прям капитан очевидность, архитектура Вы как собственник, наверняка лучше любого архитектора, можете ответить на вопрос, почему вы хотите именно такой фасад, именно вот такой гараж, именно вот такой проект, вам он нравится, он вам импонирует и вы совершенно точно знаете, что хотите реализовать Самое главное не подумать об этом после того, как фасады все уже зашиты и вы выбираете уже между тем, как опять входить в эту зону ремонта и штробить все стены, либо уже забить и как-то там что-то входную группу подсветить и все, и пусть оно как-то само светится в темноте Чтобы не придумывать ничего из головы, я просто расскажу на примере одного из большого количества реализованных проектов, в частности здесь была просто реализована пока только идея, которую заказчик утвердил И я вам покажу приблизительно, как думает каждый архитектор или человек, планирующий фасадное освещение, проектирующий фасадное освещение Насчет того, какие светильники мы будем там применять, на что нужно обращать внимание и какой будет приблизительно эффект Соответственно, если наш дом, он минималистичен, у него практически нет выступов, нет архитектурных элементов Поэтому не нужно тут придумывать велосипед, достаточно просто немножко выделить входные группы И если у нас, допустим, большие витражные окна, дом и так будет выглядеть живым и динамичным, потому что внутри всегда будет происходить жизнь А если она там происходить не будет, то нам любоваться, соответственно, не надо будет этим домом И обратная сторона, если это какая-то история из классической архитектуры, с большим количеством разных малых архитектурных форм Какой-то там лепнины прикольный, красивый, стильный То это обязательно нужно подчеркнуть светом, тенями, светом, объемом, дать жизнь этому фасаду Важно просто помнить, с какой стороны мы наблюдаем этот фасад Потому что иногда он примыкает к лесу, например, или к соседнему его строению И совершенно нецелесообразно, с точки зрения денег и нервов, тратить время еще и на подсветку с тех сторон Первый шаг к реализации фасадного освещения для своего объекта Это всегда некий проект Эскизный или прям полноценная концепция В зависимости от архитектуры вашего дома и вообще количества времени, которое вы готовы этому посвятить Разберем классическую современную архитектуру На примере одного из загородных домов, концепцию для которого мы сделали Фундаментально он состоит из трех основных частей Первая это большая, красивая, теплого оттенка, доминирующая такая кровля Которая, ну так фундаментально свисает над домом И как бы, ну она красивая в общем, ее бы стоило выделить светом Поэтому мы это понимаем У нас, как у специалистов по свету, есть компетенции подобрать этот самый прибор и реализовать эту задумку А также в концепции мы показываем Уважаемый заказчик, смотри, кровля шикарная Надо ее выделить со всех сторон Потому что дом находится на горе Со всех видовых точек мы видим эту самую кровлю К нему просто прикольно подъезжать А также, поскольку кровля у нас достаточно большая И она теплого цвета, такого, ну достаточно светлого оттенка Не потребуются какие-то яркие светильники в большом количестве Чтобы эту самую кровлю выделить Второй базовый элемент, на основании которого строится архитектура этого здания Это огромные клевые витражные окна Витражные окна это волшебно У вас всегда будет дома светло Всегда будет уютно Вы всегда будете видеть, что происходит на участке Поскольку мы тут занимаемся фасадным освещением И говорим об этом Сам по себе витраж окна В данном случае он прям с пола до потолка И вот с небольшим перекрытием Он тоже является концепцией фасадного освещения Поэтому придумав какую-то прикольную концепцию в интерьере Например, вот такую или вот такую Вы сможете любоваться и не только вечернее время внутри здания Но и снаружи Этот элемент нужно учитывать Помимо огромных витражных окон на входной группе В здании используются также и классические Ну просто чуть больше, чем стандартные Красивые окна на первом и на втором этаже Поэтому целесообразно и уместно Было бы выделить их тоже Например, троидальным эффектом Вот, собственно, и все, что можно сделать с фасадом А, ну да, конечно, на входной группе Мы должны повесить классную, симпатичную Дизайнерскую какую-нибудь брашку То есть бра — это настенный светильник Который навигационно говорит о том, что здесь находится вход Вот и все Три базовых элемента Кровля Окна Входная группа Дальше мы вспоминаем, как мы подходим к этому самому дому И мы вспоминаем, что ага, у нас же есть пешеходная зона И большой, клевый гараж, в который входят 4 автомобиля Значит, заказчик, когда заезжает на территорию участка Ему должно быть светло Он должен там не споткнуться Или когда гость его приходит И мы придумаем для ландшафта навигационно разместить небольшие точечные светильники Грунтовые Чтобы он по этим самым светильникам зашел на террасу Справа у нас будет освещение лестницы Это тоже классный инструмент Я люблю его применять Поскольку мы не видим источник света А видим только плавно разливающийся свет по лестницам И стоят еще три красивые туи, которые тоже можно классно высветить А, допустим, на зимний период эти светильники снять, демонтировать Это несложно, там они маленькие на колышке И убрать куда-нибудь в кладовку до весны Вот и все Мы разобрали один обычный стандартный проект на основные составляющие Которые вы должны отметить для себя Подумывая делать фасадное и ландшафтное освещение В частности, фасадное Потому что, когда вы зашиваете фасады Просто выделив какие-то элементы, которые вам нравятся Которые импонируют Выведи туда провода Уже можно даже на этом этапе обратиться ко мне Мы просто подберем нужное оборудование Так, чтобы эффект от этих светильников, которые на том узле крепления сидят Был бы классный Равномерный, архитектурный, объемный Все вот эти высокопарные слова Которые мы и наши коллеги-архитекторы любят использовать При презентации и защите своих концепций Мы тоже так всегда, конечно, делаем Поэтому, уважаемые коллеги Делайте фасадное освещение своими руками Отлично Вы теперь знаете, какие элементы дома стоит выделить И где приблизительно разместить светильники Либо, если некогда или лениво Приходите ко мне в студию Мы вам нарисуем прекрасный альбом А также проследим за реализацией фасадного освещения Для вашего загородного дома Спасибо! Надеюсь, видео вам пригодилось Не забудьте жмякнуть лайк А также подписаться на мой канал Увидимся в следующих выпусках